здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок сегодня мы с вами поговорим об очень опасном заболевании помидор который называется кладоспариоз вот что такое кладоспариоз и просто побурение листьев это наши все знают фитофтору это самое но сейчас как бы в наших теплицах начала распространяться вот и уже буря пятнистость листьев к чему она приводит буря пятнистость листьев она приводит к тому что если фитофторные растения повреждаются фитофторы значит они хотя и повреждаются но они продолжают рост они еще живут они живут и что могут дать какие-то плоды а при бурой пятнистости листьев листья все скручиваются отмирают и растения преждевременно также отмирают эта болезнь широко значит она уже известна южных странах южных частях там россии украины молдавии вот в наших условиях она к счастью пока в открытом университете что не сильно проявляется а проявляется больше в теплицах в теплицах есть это заболевание поэтому необходимо предпринимать меры чтобы растения ваши вегетировали как можно дольше ну во первых давайте диагностические признаки разберемся вот есть у меня листья которые повреждены фитофторой если вы заметите значит тут про фитофторы появляются черные пятна по краю листа черные пятна по краю листа такие побуревшие пятна вот это признаки фитофторных заболеваний при кладоспориозе почему как вот надо диагностировать потому что кладоспориоз как и фитофтора он начинает развиваться значит ему способствует прохладные ночи повышенная влажность и дожди когда прохладные ночи есть такой фон есть если в теплице проникает лишняя влага значит будет проявляться у вас и фитофтора и кладоспориоз только говорю о фитофторе я вам объясняю еще раз она вроде как бы и заметны появляются черные листья вот но кладоспориоз появляется в виде желтых точек желтые-желтые точки желтые пятна появляются на живых такие листики вроде хорошие зеленые появляются желтые-желтые точки причем эти желтые точки могут быть и продолговатые могут быть и круглые различной формы и вот постепенно эти желтые точки начинают все увеличиваться увеличивается увеличивается ну как например на груша ржавчина. Только она остается, они как бы начинают соединяться. А если посмотреть лист тогда при кладоспориозе, отвернуть его внутреннюю сторону, видно бархатистый такой, коричневый налет появляется. Зеленовато-коричневый налет появился, и это и есть признаки кладоспориоза. И он всегда начинается, кладоспориоз, фитофтора может начинаться где-то в середине проявиться, где-то на верхушке. А кладоспориоз всегда начинается с нижних листьев. Нижние листья начинают так буреют, скручиваются. Если вы заметили, значит это самое, срочно обрабатывайте свои растения. Конечно, можно делать эту обработку профилактической, сделать до такой погоды, это раз. Но самое главное, профилактика какая? Что как только ночи становятся холодными и более расчистыми, росты начинают выпадать или дождливая погода становится, обязательно закрывайте на ночь в теплицах ваши все форточки, все двери, для того, чтобы воздух не разрешался влагой. Сухой воздух, если где-то градусов, процентов 60, ну максимум 70 градусов, он не способствует развитию кладоспориоза. Это раз. Профилактические обработки биологическими средствами, какие можно сделать? Берем 1 литр молока, 9 литров воды и 10 капель йода. Взяли такое, сделаем такой раствор, обрызгивайте растения. Поверьте, что йод полезен для нашего организма, молочная сыворотка, молочные бактерии на листьях делают защиту растений от болезней. Так что этот раствор полезен во всех отношениях, к тому же он безвреден. Вы можете смело оборабатывать помидоры, которые уже зреют. Зреющие помидоры смело оборабатывайте этим раствором. Обработайте этим раствором, они у вас будут здоровые. Ну, а если уже появились признаки, уже начинают как бы опаздывать, ну, вы уже опоздали, поняли, бороться с болезнью. Значит, сделать обработку, которая помоет как против кладоспориоза, этого побурения листьев, так и против фитофторы. Обработка делается очень простая. Берем 1% раствор коллоидной серы, ее можно приобрести в любом торговом центре, то есть 100 грамм на 10 литров воды, и обильно-обильно опрыскиваем наши растения. Вот, и стараемся, значит, при кладоспориозе, более эффективно с ним можно бороться в условиях теплиц. Почему? В условиях теплиц, потому что растения у нас подвязаны, и мы можем распылить, как бы снизу вверх проходить по всех листьях, промывать нижнюю часть листьев и уничтожать споры, которые находятся на этих листьях. Если вы предпринете такие простые меры защиты, вот, ну и вдобавок мы еще повышаем устойчивость растений к этим болезням. Чем мы повышаем? Мы используем монокалийфосфат, вот, если у вас нету золы, а есть зола, используем древесную золу. Монокалийфосфат разводим по инструкции и поливаем под корень, вот, и можно делать некорневую подкормку 20-30 грамм, то есть 1 столовую ложку сверху на 10 литров воды, вот, или зола. Золы берем где-то 200-300 грамм на 10 литров воды, обильно поливаем растения. Ну, если опрыскиваем, значит, концентрация меньше, достаточно 100-150 грамм золы на 10 литров воды. Залили теплой водичкой, полчаса постояло, процедили и смело опрыскивать все ваши растения. Этим вы повысите устойчивость ваших томатов с заболеванием. Так что заболевание любое, не такое страшное, если вы знаете, как его диагностировать, если вы знаете, как его бороться. В чем я желаю вам успехов и хороших урожаев. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите наши ролики, у нас много интересных сюжетов. Хороших вам урожайов томатов, пусть они вас радуют обилием плодов. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова